Валевар, как вы наш знаете, наверняка уже слышали, видел и продавали даже его. Значит, опять же, помимо того, что он красивый, все остальное, как и все морковки, их много на рынке, большой ее плюс, она устойчивая ко средству, особенно это актуально осенью, когда вот, как сейчас, каковка, мы видим, процентов 60 морковки еще не умрала в осенний, она просто на себя перестаивает, боливар в этих условиях, он стоит и не трескается, то есть это угрожает имущество. Следующее, наверняка, вы обратили внимание, на дне поля, он без цветущности, в основном, то есть цветущности на нем, не то, что, по-моему, родни, по-моему, физки вообще нет. Тяжелая почва, то есть, если люди, ну, скажем так, плохо подготовили почву, хотят и морковки это является важным фактором, ну, боливар все равно, даже на тяжелых почвах получается, округляется, ну и получаем такой вот добавок. Расскажу историю об этой фотографии, это у нас на фермерском хозяйстве делали. Дело в том, что у нас поле было под боливаром позапрошлом году, и часть предшественней картофеля, ранней предшественней, почва хорошая, часть поздней капусты, то есть там, где поздней капусты, плохая почва, поздняя пахата, то он был немножко короче, но он качественно сформированный. А где есть, куда ему расти, он был длиннее, ближе к 17-18 см, вот, и поэтому он всегда закругляется, и как товарные плоды у него. Ну, и плюс то, что он лежит реально, мы сейчас морковку сдаем на Сандору, там проходной процент у них по сухим веществам 6 бригсов, то есть это считается морковка, вау, классно, это наши конкуренты. Боливар 10 бригсов забирает его с руками, за счет, если сухих веществ, она реально будет лежать до июня месяца, я уже об этом говорил, то есть, даже если его положат в непрофессиональном хранилище, вот, температура там плюс-минус будет, ну, адекватная, то он будет лежать, и причем, минимальными потерями. Сейчас мы его попробуем запустить все-таки. А тут как раз, по-моему, крупную фракцию мы ожидаем через 4 недели. Начинают 1.6, там, где и Каста, точнее, Супернома будет, и все эти новинки, которые мы ждем, и Мазин, то где-то на конец декабря начали выйти. Вот. Ближайший конкурент – воливар. Я его назвал просто контроль. Опять же, в одинаковых условиях мы видим выход товарной продукции, которую я говорил и показывал. То есть, вот это воливар, мы видим 1, 2, 3, 4, 5, то есть, это нарковка первого класса, и конкурент, конечно. 1, 2, 3, 4, ну, пусть это тоже будет, грубо говоря, там уже второй класс придет. И некондиция, то, о чем я говорил, нарковка пресс-класса. Камильные дожди? Да. Такую погоду он хорошо себя держит, держит в воду. Да. Сейчас запустить все-таки. Гринтин в этом году 10 гектаров выращивали в нашей наркоме. Сейчас мы постараемся вам показать. Ну, к сожалению, без звука, у нас тут технические неполадки. Потом, если что, оставим, посмотрят каждый индивидуально. Да, значит, это то поле, на котором мы были, на Сингеновских капустах. Значит, воливар был бассеян 5 июля под комбайн. Значит, у них пески, вы знаете, на песках есть такая проблема, как нематода на морковках. То есть, на боливаре, я думаю, мы не нашли, облазили все поле. Рядышком был конкурент, вот, на нем был нематода, были бородавки, на боливаре какой проблемы не было. Ну, то есть, мы видите, даже в тех поздних сроках, 5 июля, когда... Я скажу, это критичные сроки. Это критичные сроки, да. То есть, морковка выполнилась. Классный цвет набрала. По боливару есть нюанс еще такой. Он набирает цвет. Если миофлоры в фазе карандаша уже идет изначально карантинного цвета, то боливар, он набирает последние две недели вегетации и становится такой стоящий помаранчивый цвет. Значит, урожайность у них в этом году составила в районе 70 тонн. Ну, скажем так, это хорошая урожайность для этого года и для этих поздних сроков посева. Потому что, допустим, в почвах Николаева, где в нашей хозяйстве рядом много морковников, очень тяжелая, то 70 тонн для них это считается хорошей урожайностью. Хотя, я знаю, что в песках можно и 100 тонн получать этой морковки. То есть, у меня есть хозяйство, которое получает около 100 тонн. Ну, опять же, вопрос срок, когда она сеялась. Ну, сеялась она, конечно, раньше, а немножко другой доступ. То есть, если вас спрашивают морковь, которые реально будут участвовать на тяжелых почвах, устойчивых к нематоге, к растрескиванной цветущности, смело можете рекомендовать боливар. Фракция будет хорошая, ну, конец декабря, начало января. То есть, мы ожидаем поставку морковки. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok